Небесная канцелярия отступила от своего сценария. Открытие 13-го международного кинофестиваля «Зеркало» прошло без дождя. Ценители искусства в пятницу приехали в Юрьевец на Георгиевскую площадь, чтобы дать старт главному кинособытию летом. А еще послушать выступление группы «Симфоническое кино» с участием гитариста Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина. Я думаю, что мы всегда этот фестиваль, конечно, будем начинать здесь, в Юрьевце, где мы и положим. Начинаем мы вот с того же традиции концерта в музыке, музыки высокой, духовной. Я себе позволю несколько слов о сегодняшних музыкантах сказать. Поднимите руки, кто вырос на группе кино. Тогда вы все поняли. С нами сегодня Юрий Каспарян. С нами сегодня Юрий Каспарян. Дайте аплодисменты и его музыканты. Все показы конкурсной программы бесплатны. Пройдут они в кинотеатре «Лотс». После демонстрации кинолент запланировано обсуждение с создателями фильмов. На вопросы зрителей ответят режиссеры, сценаристы, актеры. Особый интерес всегда к российскому фильму конкурса. В этом году он один. Картина Кантемира Балагова «Дылда». Режиссер уже участвовал в фестивале со своим фильмом «Теснота» и взял гран-при. Он очень молодой человек. Выпускник Кабардино-Балгарской мастерской Александра Сокурова. И с фильмом «Теснота» он попал на Каннский фестиваль в очень престижную программу «Особый взгляд». А после этого приехал на «Зеркало» и получил у нас гран-при. С его вторым фильмом «Дылда» произошло почти то же самое. Он тоже попал в «Особый взгляд» Канна. Взял там два приза, в том числе приз за лучшую режиссуру. И теперь участвует в конкурсе «Зеркало». 20-го числа у нас показ фильма «Дылда». Я думаю, что так как особенно конкурс у нас бесплатный, этот показ будет аншлаговый. В программе свои лучшие российские киногода. Ивановские зрители смогут увидеть семь картин. Часть из них из программы «Кинотавра», который завершился в Сочи 16 июня. «Кинотавр» – фестиваль не зрительский. Он фестиваль сообщества. Там кинематографисты смотрят работы друг друга. Это такой гамбургский счет. А первые зрительские показы фильмов этих пройдут в Иваново. Это фильмы «Давай разведемся» Анны Пармус. Замечательная, очень умная комедия. Редкий жанр, умная комедия. Мне кажется, мы по нему соскучились. Фильм «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой. И фильм «Мальчик русский», тоже выпускника Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, Александра Золотухина. Этот же фильм смогут увидеть не только зрители в Иванове, но также и в городах Ивановской области. Первыми после «Кан» ивановские зрители увидят фильм «Паразиты» корейского режиссера. Картина получила золотую пальмовую ветвь. Ну а открыло зеркало картиной «Брат», которая без преувеличения близка каждому. А новому президенту фестиваля Сергею Бодрову особенно. Специальный показ устроили под открытым небом на берегу Волги. Картина, о которой много шумели, разговаривали, которая стала знаменитой картиной. Ее снял замечательный режиссер, которого уже нет в живых. В этой картине также снимался мой сын. Прошло много лет, но я о нем очень тоскую. Спасибо вам. Холодно, но это так зависит от публики. Сидят, видите, так что смотрят. И ведь в то раз смотрели, все равно пришли. Да, 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 пришли. На закрытие зеркала приедет Олег Меньшиков вместе с президентом фестиваля Сергеем Бодровым. Он покажет фильм «Кавказский пленник». Но это забегая вперед. А пока впереди целая неделя кино. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Юрьевец.